уроки доброты на милицейской волне сегодня мы в гостях у екатерина андреева и поговорим о проекте учим знаем это инновационная образовательная площадка для детей которые находятся на длительном лечении то есть те кто проходит курс могут не отрываться от школьной программы екатерина здравствуйте вы являетесь послом этого проекта как вы с ним познакомились и что он для вас значит это очень важный для меня проект который дает мне в первую очередь возможность проявить те качества и чувства которые может быть я не могла бы проявить в обычной жизни потому что место подвигу в жизни есть не всегда а вот здесь где такая каждодневная в чем-то рутинная работа но очень важная потому что этот проект помогает детям и родителям которые попали в очень затруднительную ситуацию связанную с болезнью и до того как этот проект был организован дети в больницах скажем к сожалению выход из болезни было в процентном соотношении гораздо более негативно чем сейчас да то есть у академика румянцева который собственно и академик ямбур которые познакомили меня с этим проектом 80 или 85 процентов детей выходит из состояния онкологического заболевания в том числе и потому что есть проект очень знаем и вот эти два великих человека один из них как мы знаем теперь входит в тройку людей которые заглавляют штаб предвыборным владимир владимирович путина академик румянцев и ямбург вот они меня познакомили с человеком который придумал этот проект сергеем шариковым и я стала послом доброй воли этого проекта чему я несказанно счастлива то есть никакого сомнения что вы будете участвовать в этом проекте не было да я сразу поняла что это очень серьезная история во первых центр который возглавляет румянцев очень важный для страны и мира потому что все вместе вот эту всю технологию которую они применяют и медицинскую и учебно уже начинать завоевывать не только российские регионы но и мир потому что к ним уже приезжают консультироваться для того чтобы понимать как это организовывать люди из англии людей из испании это очень важно давайте поговорим про российские регионы проект очень знаем работает во многих городах каких уже удалось побывать вот смотрите значит я знаю что помимо москвы хабаровск воронеж орел калининград ленинградская область московская область и красноярск я была уже в воронеже я была уже в ленинградской области потому что понятно что проект существовал уже до меня я присоединилась на каком-то этапе этого проекта но с тех пор как я присоединилась у меня еще и появилась возможность благотворительными миссиями ездить по российским регионам чему я тоже несказанно рада потому что времени на это не всегда хватает, а я хочу знать, как живет Россия. Мне вот с помощью даже этого проекта удается узнавать, как и какие проблемы существуют в российских регионах, что нужно, как помочь и так дальше. Не так давно вы проводили открытый урок истории в центре имени Димы Рогачева. Скажите, как вам опыт учителя? Это для вас что-то новое? Когда мне, опять же, предложили такой открытый урок, я с радостью согласилась, потому что мне, во-первых, очень хотелось пообщаться с детьми, которые уже находятся в состоянии глубокой ремиссии, то есть уже дети, которые можно сказать, стоят на пороге выхода из больницы и посмотреть, как они будут реагировать, как будет идти для них общение с новым учителем. И оказалось, что все прекрасно, дети очень открыты, очень позитивны. Вот эта жажда знаний в этом проекте «Очим знаем» она помогает медикам их вылечивать, потому что до того, как этот проект был создан, дети попадали в больницу и было такое ощущение, что они обречены. И несмотря на то, что дети легче, многие вещи переживают, чем взрослые, ну, может быть, в силу возраста, некоторые не понимают, что с ними происходит, некоторые, кто понимает, все-таки больше детского позитива. Но когда для них был создан этот проект, а вы понимаете, насколько вот Румянцев, ну, скажем так, провидец, да, он сразу понял, что именно этот проект необходим его больнице, потому что полноценные учителя, те, кто дают полную программу для детей, неважно, что они находятся на длительном лечении, да, оказалось, что это прям прорыв. И дети воспряли, и вот эти внутренние резервы и адаптации организма, она вдруг заработала совершенно по-другому. Поэтому нужно вот как воздух именно такой проект во всех, во всех больницах, которые занимаются детьми с онкологическими заболеваниями. И мой урок проходил совершенно ни по какой схеме. То есть, конечно, замечательный учитель, она подготовила вот эту программу для меня. Я ее творчески переработала, у меня не было никаких канонов. Мы с детьми общались, это было очень живо, все с иллюстрациями, с картами. И мне самой было интересно, потому что я сама о Сталинградской битве через этот урок обновила какие-то свои знания. И дети были активные, у нас была связь по прямым каналам, вот как раз с Калининградом, с Воронежем. И дети там тоже участвовали в этом интерактивном уроке, и вот эти средства связи, да, они дают большие возможности. Я была здесь, дети были здесь, но и другие дети были в других регионах и тоже участвовали в этом уроке. А сам образовательный процесс, поведение детей чем-то отличается от того, что происходит в обычной школе? Нет, совершенно они вот просто учатся как в школе, и в этом и есть успех этой школы. Она никак их не делит на детей, страдающих заболеванием и детей, не страдающих заболеванием. В этом успех этой школы. И учителя просто по-другому немножко подготовлены, но дети этого не знают. Они просто подготовлены больше, наверное, с точки зрения психологов, для того, чтобы уметь общаться даже не столько с детьми, хотя с ними тоже, сколько с родителями, которые знают, у их детей тяжелое сложное заболевание. И вот эти учителя, кстати, очень много молодых. Когда вот после этого урока мы такую сделали маленькую пресс-конференцию, они могли задать мне вопрос, хотя мне было бы больше. Была такая обоюдная возможность, я им задавала вопросы, мне самой было интересно. Я, знаете, была в хорошем смысле в шоке, потому что это молодые ребята и девушки, причем количество мальчиков не там, как знаете, там одна капля на литр, да, нормально, просто хороший, сбалансированный коллектив. И эти люди, молодые учителя, они полноценно вкладываются в этих детей. И, возможно, это тоже тот самый мотиватор для детей, когда они видят, какие учителя к ним приходят, какие они позитивные, какие они умные, какие они нацелены сами на победу. И вот эта энергетическая такая диффузия между учителем и молодым вот таким, вернее, между молодым учителем и ребенком, она очень важна, как выяснилось. В ближайшее время какие площадки вы планируете посетить? Ростов-Дон в планах и Якутия. Это, кстати, моя мечта. Я в Якутии еще ни разу не была и очень хочется посмотреть, как там все будет организовано. Я думаю, что, конечно, как всегда в этом проекте, на прекрасном уровне. Ну, вот такие планы. А перед поездками, перед проведением уроков вы как-то настраиваете себя на общение с детьми? Как проходит подготовка? Вы знаете, нет, я не настраиваю конкретно на общение с этими детьми и в этом принцип очень знаем. Мы все должны общаться с детьми, как если бы ничего не произошло. Это очень важный посыл. Они не должны видеть, что я внутри как-то сжата или сострадаю, или считаю, что у них не получится. Понимаете, я к ним прихожу, как к обычным детям. И, кстати, они это замечают, потому что вот в Воронеже мне один мальчик сказал, я слушаю вас, и я понял, я хочу стать журналистом. Вот это было для меня самое важное, потому что, значит, он воспринимает себя как человека, у которого есть будущее. У него есть план, он будет этот план выполнять. Как только его система самозащиты встанет на систему планирования, это уже, наверное, 40, а может быть, даже 50 процентов излечения, а плюс еще уже терапия, плюс еще сам проект. Это прям целая составляющая, понимаете? То есть принцип такой, меньшее сострадание, больше адаптации к совершенно обычной жизнью. Да, да. А в этой, кстати, в школе и, собственно, и у самого Румянцева в больнице, я же была, я видела, там нет ощущения больницы. Это абсолютно ощущение дома с яркими красками, с яркими картинами, с яркими цветовыми пятнами мебели, с очень конструктивной такой мебелью, которая как конструктор складывается из одного в другое. Все катается на колесах, все очень удобно и легко. И даже те детишки, у которых еще пока нет после химиотерапии, например, сил, они могут настолько вот там все так, что могут даже двигать эти стульчики там удобно. Они такие удобные, что даже у них попросил, чтобы они для работы такой где-то стул раздобыли. Настолько вот все это не похоже на больничный интерьер. И, как видите, это тоже важно. То есть не зря вот эта поговорка «дома и стены помогают». Вот здесь, получается, это не дом, потому что заболевание слишком тяжелое, да? Но больничные стены в данном случае четко помогают излечению, потому что все на это направлено. Давайте как раз поговорим об одной из историй излечения, как мне кажется, совершенно уникальной. Девочка Лиза Петухова с помощью проекта «Учим знаем» записала диск под названием «Звезды для Лизы». Известные исполнители подарили ей свои песни, и после записи она пошла на поправку. Как вы считаете, у таких чудес есть какое-либо объяснение? Я видела Лизу, когда вот уже она пошла на поправку, а это при том, что некоторое время назад вот и Сережа, и его помощник Михаил говорили мне о том, что тяжелая ситуация. И делали этот диск, потому что они хотели Лизе вскрасить, да, вот ее трагедию и как-то помочь ей в эти вот сложные часы. Понимаете, а получилось все вот так. Потому что, видимо, исполнение мечты и мобилизация внутренних резервов адаптации Лизиных, да, дали такой результат. Потому что она поняла, что за нее борются люди, которые ее не знают, готовы ей дарить свои песни. Сергей и, собственно, весь персонал, 188 человек, по-моему, входит в московский штат «Учим знаем», да и больница имени Димы Рогачевой, под руководством замечательного Румянцева, они, конечно, все думают о том, чтобы ребенок вышел из их стен здоровым. И делают все, чтобы эта мечта исполнилась. И вот я знаю, что Сергей, когда какая бы ни была проблема у его ученика, он кидается просто на амбразуру, знаете, вот как будто он сам их всех родил. Как будто бы он такой мощный лев, у которого хватает сил на всех этих детей. Вот мы едем в Воронеже, там ему звонок, кто-то обидел какого-то ребенка, какой-то учитель где-то сказал, что не возьмет этого мальчика на обычное обучение, потому что он болен раком, и вот сначала пусть излечится, а потом бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Понимаете, да? Он разнес весь этот департамент здравоохранения. По-моему, учитель с директором были уже сами не рады, что они вообще вот так негуманно отнеслись, да? Он ничего не оставляет на потом. И дети это знают. То есть, каждый из ребенков, каждый из малышей знает, что Сережа будет сражаться за них до последнего. То есть, это и есть отличие школы от обычной в том, что к каждому индивидуальный подход? Есть к каждому ребенку, и защита будет обеспечена любому. То есть, я даже никогда не предполагала, что вообще такое возможно, чтобы только из-за того, что там мальчика не взяли в класс, будут подняты, можно сказать, истребители МИГИ-29. Ну, так я условно говорю, да? Ну, тем не менее. И вот это, между прочим, очень важно. Это на самом деле в государственной даже стратегии важная тема, потому что чем, например, сильны наши главные конкуренты американцы, да? Тем, что почти каждый американец верит, так ли это или нет, мы не знаем, но он верит в то, что ради него дядя Сэм поднимет истребителей в воздух. И вот Сергей на опыте небольшого подразделения очень знаем, показывает, что это работает. Представляете, если бы это было в государственном масштабе, какие бы могли дела вершиться, когда мыслеформа сознания всей нации верит в то, что это будет? Это будет? Вот что важно. Екатерина, давайте ненадолго переместимся на вашу основную работу, программа «Время». В ней, кстати, все чаще появляются репортажи, которые направлены на сбор средств для помощи детям. Есть ли какой-то отклик от людей, как, в принципе, аудитория относится к такому способу подающей информации о благотворительности? Вы знаете, конечно, чаще и, скажем так, в 90% это все-таки позитивный отклик. Может быть, есть, конечно, какой-то негативный, где-то что-то такое проскальзывает, что вот, мол, государство должно было заниматься этими вопросами, а не первый канал. Вы знаете, отчасти это так. Я думаю, что, конечно, когда-то мы выйдем на уровень, когда государство будет этим заниматься. Но вот для чего мы будем этого ждать? Я предпочитаю такой девиз. Здесь и сейчас мы можем сделать это, и мы это сделаем независимо ни от кого и ни от чего. И кто-то будет критиковать, не будет критиковать. Знаете, как собака лает, караван идет. Мы это делаем не для того, чтобы нас хвалили. Мы это делаем не для того, чтобы получать награды. Мы это делаем для того, чтобы вот эти тысячи детей с помощью технологий телевизионных могли, потому что мы распространяем эту информацию, да, и гарантируем, что эти деньги все пойдут на лечение. Мы вместе с фондом Росфонд делаем это благое дело. Ну, реально, правда, мне все равно, что кто говорит. Так же, как хвалит все равно и так же, как ругает все равно. У меня есть цель, цель и полагание, мотивация. Я этим занимаюсь. Мне приятно в этот день говорить об этом, что мы собрали, люди откликнулись. Очень приятно делать сюжеты, которые мы делаем по мотивам, да, то есть какой-то судьбы, когда уже все хорошо. И вот нет больше счастья для меня, чем сказать, маленький Саша пошел в школу, услышал свою маму, он не умрет, он или она там сможет бегать, а вот до этого только передвигалась на коляске, да, там вернули зрение или что-то еще. 4 февраля в Вега Сити Холле как раз будут отмечать людей, которые внесли весомый вклад в помощь таким людям. Там состоится вручение национальной премии «Мы будем жить» и благотворительный концерт в поддержку пациентов. Что бы вы, как один из номинантов, могли пожелать тем, кто столкнулся с такими испытаниями? Я могу пожелать веры в то, что все должно сложиться лучше, чем в тот момент, когда люди узнают об этом. Потому что в первый момент, конечно, это шок, это страх, но так как событие уже случилось, надо, видимо, внутренне собраться и понять, что есть люди, которые тебе помогут. Ты не одинок. Уже так, как раньше, уже так не будет, но будет по-другому. И, там, скажем, много лет назад люди, которые узнавали о таком диагнозе, они оказывались один на один со своей бедой, ну, с родственниками еще, да. А сейчас, смотрите, как много людей хочет помочь. И вот это осознание того, что ты не один, такая странная вещь, да, на миру и смерть красна, вот я хочу пожелать, чтобы на миру была для них жизнь и излечение красного. И чтобы все, кто волей судьбы оказались в такой тяжелой жизненной ситуации, понимали, что это еще не конец. И боролись, и помогали, в том числе и нам, своей борьбой за вот здоровье за свое. То есть не надо говорить, я болею, надо говорить, я выздоравливаю. И вот эта мыслеформа, я выздоравливаю, она поможет и тому человеку, кто попал в эту ситуацию, и тем, кто помогает ему выздоравливать. Екатерина, а как на вас саму повлиял проект «Учим знаем», как поменялось ваше отношение к этим людям? Вы знаете, Сергей Шариков, сам необыкновенный человек, автор этого проекта, он сам пережил тяжелую жизненную ситуацию, связанную со здоровьем. И в этом контексте, понимаете, получается так у него, как у китайских даосов, он говорит, вот мой учитель Патайдзе говорит, делай, как делаю я, а не как я говорю. И у Сережи вот этот принцип четко совершенно лег на то, что он делает. Он делает, и все, кто с ним делает, как он, а не только как он говорит. Он сам на своем опыте испытал, что это. Он понял, что нужно людям, кто страдает этими заболеваниями. И даже я иногда ему говорю, Сережа, тебя заболели и вылечили для того, чтобы ты смог создать этот проект. И меня он, знаете, как бы не то, чтобы он меня изменил, он просто дал мне понимание того, что все жизни не случайно, что какие-то сложные испытания, которые люди получают, могут привести их на самом деле к нереальным победам, о которых они даже и думать не могли. И просто вот отчаяние и уныние, не зря они входят в смертные грехи. Да, вот тяжело. Значит, вот для чего-то тебе это надо, не отчаивайся, не унывай, старайся, пытайся и получится. Потому что притча о лягушках имеет под собой большое-большое на самом деле значение. Одна не стала бороться и утонула, а вторая взбивала сметану, пыталась выкарабкаться, и она выкарабкалась из сметаны, потому что сметана стала плотная. Вот все, два выбора только есть. Или такой, или такой. И, конечно, от человека зависит, по какому выбору он будет строить свою судьбу, а от тех людей, кто рядом с ним, зависит, скажем, может быть, такой какой-то. Мы можем дать надежду на то, что это взбивание все-таки будет давать результат. Екатерина, а какие вы бы могли дать советы нашим слушателям по сохранению здоровья? Ну, я-то известная, как это сейчас называется, зоожистка, придерживаясь здорового образа жизни. Вы знаете, как ни странно, это не самое главное – спорт и правильное питание. Самое важное – это то, какие посылы ты внутри себя генерируешь. Если ты не завидуешь, если ты добрый, если ты любишь людей, если ты стремишься отдавать свою энергию тем, кому это надо, это все работает на сохранение здоровья. Есть такие сто принципов здоровья и болезней древнего Китая. Кто интересуется, могут найти, они есть сейчас. И вот там все очень правильно распределено. То есть, и причем на первом месте, смотрите, какой. Если ты человек, занимающий высокое положение, то общаться с людьми, которые по социальной лестнице ниже тебя, надо крайне вежливо и аккуратно. Это здоровье. Переворачиваешь эту таблицу, точно такое же написано со словом «не». Если ты человек, который занимаешь высокое положение, общаешься невежливо, унижаешь людей, которые занимают по социальной положению ниже тебя, это болезнь. Рано или поздно она в тебе проявится. Вопрос только в том, в каком органе и когда. И вот эта установка причинно-следственных связей между своим поведением и своими даже болезнями, да, это очень важно. А вот уже потом на это накладывается вода 2 литра в день, правильное питание, не надо есть майонез, как сказал один известный французский диетолог. У русских есть продукт, несовместимый с жизнью, это майонез. Там кетчупы, консерванты, е всякие все возможные, да. То есть, нужно выбирать все-таки продукты простые. Кстати, они самые дешевые. Вот гречка, да, петрушка, укроп, они не стоят много денег. Между тем, они самые нужные в рационе, да, там рис в басмате и нечищенный овес, и поменьше мяса, и не так много рыбы. Ну, такой скромный, на самом деле, рацион. Ну, да, он самый полезный получается. Вот. Без всяких конфет, печеней, тортов, пряников, газировки. Это все очень экономит бюджет. Вот у нас дома мы не тратим много денег на продукты, потому что едим вот примерно то, что я вам сказала. И вот из этого всего составляется здоровье человека, правильные мысли, правильные поступки, правильное питье, правильная еда и естественное движение. Спасибо, Екатерина, за интересную беседу. Сегодня мы говорили о проекте «Учим, знаем», который помогает детям справиться с тяжелыми заболеваниями. До свидания, я всем передаю привет, пожелания удачи, счастья, здоровья, конечно же, и чтобы все ваши хорошие мысли выходили в топ, в топ, в топ.